Российским флагом был такой интересный случай, когда российский флаг привезли, ну, ребята от России, мы недалеко тут от России-то находимся, просто ребята заезжали, завезли флаг российский. И я сам на ПЗМ работал, ну, пункт с заменой масла. И приезжает у нас машина, там выходит казах парень с ребенком, с маленьким. Ну, и маленький ребенок папу спрашивает, папа, почему российский флаг висит, а не казахстанский? А я говорю, ну, потому что российский флаг мне подарили, подарят казахстанский флаг, повешу казахстанский флаг. И буквально дня через два привезли. Ну, ясно, но все-таки интересные такие отмазочки. Георгиевская лента, это должно быть как бы символом единства того народа, который был. Он и остался, в принципе, но почему-то единство сейчас, может быть, хотят разделить. Поэтому как раз таки и создаются новые аналоги Георгиевской ленты в Казахстане. Потому что аналогом Георгиевской ленты ничего не может быть. В Казахстане сейчас не хотят и слышать о том, что был советский народ. А хотят только говорить о том, что Советский Союз и Россия всю жизнь лишь оккупировала. А якобы, если бы не Россия, не Советский Союз, в Казахстане бы проживало сейчас 200 миллионов человек на безводных степях. Вот в чем суть. Ну, давайте так, это говорят не в Казахстане, это говорят националистические элементы, которые на данный момент проживают в Казахстане. Ну, пока что это националистические элементы. Вы знаете, когда вы сказали, что в Казахстане говорят, это как на Майл.ру прочитать новость, что в Казахстане понизилась цена на электроэнергию. А когда туда глубоко провалиться, напишут, что где-нибудь в Экибастузе на 0,1%. Может быть, потому что я как бы в Северном Казахстане живу. И это тоже. Чуть-чуть по-другому. И у нас, допустим, русскомыслящих казахов гораздо больше, чем казахомыслящих. Человек мыслит на русском языке, он выражает свои мысли на русском языке. И таких у нас много. Потому что в Северном Казахстане у нас только как бы перемешана история. Грубо говоря, в Северном Казахстане это что, по сути? Это не только граница с Россией, это целенависть. Это люди, пришедшие когда-то в Казахстан, по сути, на пустые места. Поэтому, естественно, что в Северном Казахстане он всегда будет как-то более трезво оценивать ситуацию. Возможно, где-то образование получше будет даже в Северном Казахстане, чем в Южном. А в Южном все-таки все сложнее, от России дальше, от здравого смысла дальше. Советское воспитание, вот что именно. Северный Казахстан на сегодняшний момент, я бы так назвал, частичкой, оставшейся частичкой Советского Союза, именно поединению народности. Потому что у нас тут не подразделяется. Мне вот, допустим, интересует сейчас положение именно по Курску. Понятно, что там где-то Покровск и так далее, там то, что в Украине. Там, как бы, скажем, наши давят. Наши это россияне, я имею в виду. А вот по Курску мне непонятно, почему. Но есть у меня такая одна мысля, что как бы лучше оттянуть основные боевые части Украины в Курске, чтобы продавить там. Как на самом деле, я не знаю. Победа, главное. И удачи. Победа будет за нами.